Образ родного дома Концептуально важное понятие в творчестве русских классиков. Именно родной дом является главной составной частью в создании автором особого образа своей родины. Ощущение себя на родине или вне ее может в значительной мере влиять на внутреннюю гармонию человека, его отношение к себе и окружающим, к своей истории, предкам своей земле. Великая русская литература на протяжении столетий, обращенная к душе русского человека, к его радостям, болям и скорбям не обошла стороной и этот важный вопрос. Еще Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал, что русская литература уже с древнейшего периода отличалась высоким патриотизмом, интересом к темам общественного и государственного строительства, неизменно развивающейся связью с народным творчеством. Между тем дома, так бережно хранимые, инстинктивно, сознательно, испокон веков, сегодня один за другим становятся историей, унося с собой значимую часть культуры, русской культуры. Надежда Хвощинская родилась в Пронском уезде Рязанской губернии в семье небогатого помещика, участника Отечественной войны 1812 года, человека прогрессивных взглядов. Чрезвычайно непрактичный в житейских делах, он, поступив на службу, был разорен со служивцами. Имение пошло с молотка, и Хвощинские были вынуждены переехать в Рязань. Сменив несколько квартир, семья поселилась в доме на Семинарской улице. Будущая писательница была старшим ребенком в семье из детских лет, знала, что такое труд и нужда. С 9-летнего возраста она активно помогала отцу в качестве писца и чертежника. Суровая школа жизни, пройденная ей уже в ранние годы, определила и ее характер, и общественные симпатии. Литературная деятельность Надежды Хвощинской начинается со стихов. Первая повесть писательницы Анны Михайловны увидела свет в 1850 году в Отечественных записках номер 6. 50-е годы в творчестве писательницы отмечены глубоким интересом к изображению характеров и судеб чистых душ. Чаще всего это сочувственно изображаемые писательницей девушки, живущие в окружении циничных, развратных, жестоких, тунеядцев и среды губернской аристократии. Как в трилогии «Провинция» в старые годы. В дальнейшем, расширяясь и углубляясь, эта тема перерастает в показ процесса деградации и разложения духовных устоев дворянского и чиновничьего мира губернского общества до реформенной и по реформенной поры. Непоследний роль в формировании таланта Хвощинской сыграл Николай Некрасов, который на материале романа «Последние действия и комедии» раскрыл сильные и слабые стороны дарования молодого автора. Особенно благотворное влияние на творческое развитие писательницы оказал вице-губернатор Рязани Михаил Евграф Вячеслав Токов-Щедрин, с которым ее связывала творческая дружба и глубокая взаимная симпатия еще со времени службы писателя в Рязани в 1858-1860 годы. К тлетворному влиянию паразитической идеологии и психологии общество на все окружающее посвящена повесть «Первая борьба» 1869 года, которую критик Михайловский считал одной из выдающихся во всей русской литературе. В доме Хвощинских на Семинарской улице любила собираться рязанская молодежь. Гимназисты читали, спорили до отъезда. Надежда – это был своеобразный литературный центр Рязани. Условно он сохранился по сей день на улице Семинарской. Не каждый рязанец может ответить на вопрос, что уже много лет скрывает под собой баннер, висящий на здании на улице Семинарской. Между тем, за этим полотном расположен дом Хвощинских, который мог бы стать литературным и культурным центром нашего города, но пока находится в плачевном состоянии. Когда-то сестры были известны на всю страну. Романы, повести и стихи Надежды Дмитриевны печатались в самых известных журналах тех лет. У него были две сестры Софья и Просковья. Это талант ее женщины. Старшая Надежда, она писала частично подписанным Крестовским. Она была первой женщиной в России, которая получила литературную известность как автор прозаических произведений. Тема «Жизнь молодого человека» накануне, отменка поступала сразу после этого, на фоне потенциального городка со всеми своими плюсами и минусами. В наше время ее многие не знают. Но тем не менее, когда она была жива, в Российской даровании своих сил, она была очень известна, получала большие гонорары и стала первой русской писательницей-прозаиком, получившим общероссийскую известность. Как выглядел дом ранее, можно узнать разве что по немногочисленным фотоснимкам. Рязанщина была всегда и остается регионом с большим литературным потенциалом. И ведь долгие годы общественность вынашивается мысль о создании в городе литературного музея. Так вот, по замыслу организаторов, после реставрации объекта на этом месте будет литературный музей. Насколько рассчитан, часто спрашивают, как скоро это все произойдет. Но этого, конечно, никто пока сказать не может. Все зависит от общих усилий и общественности, и трудовых коллективов, и рядовых рязанцев. Восстановить дом Хвощинских – такая мысль давно витает среди градозащитников и всех неравнодушных. Лишь недавно дело сдвинулось. Инициативная группа начала сбор денег на проектную документацию. Устраивает благотворительные концерты и субботники. Для прохождения первого этапа необходимо чуть больше двух миллионов рублей. За полгода удалось собрать 400 тысяч. Возможно ли реконструировать такие руины, покажет время. Однако инициативная группа, несмотря на отсутствие необходимой информации о доме, не унывает. И, возможно, через несколько лет баннер снимут, и улицу Семинарскую будет украшать литературный дом-музей сестер Хвощинских. На плату за свои сочинения Надежда Дмитриевна кормила себя, старую мать и двух младших сестер Софью и Прасковью. В 1881 году она уехала в Петербург. Надеялась больше заработать, простудилась, заболела чахоткой и в 89 году там же скончалась. Сообщающий об этом некролог хранится в фонде редких книг областной библиотеки имени Горького. Здесь же хранятся прижизненные издания писательницы, труды краеведов о ее творчестве и жизни. Сегодня Хвощинскую вспоминают часто. Работа предстоит колоссальная, долгая и финансово затратная. Между тем, энтузиастов это не пугает. О значимости такой реконструкции говорит каждый, кто неравнодушен к истории города. Продолжаются мероприятия, которые направлены на сбор средств для восстановления и реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дома писательниц Хвощинских. Дома писательниц Хвощинских. Очередным театром, который внесет свою лепту в народную копилку по сбору средств, стал театр для детей и юношества на Соборной. Зрители, учащиеся пятых, седьмых, девятых классов. В этот раз сегодня они станут не просто зрителями, а благотворителями. Спектакль «Тринадцатая звезда» давно знаком любителям театрального искусства, своим глубоким философским наполнением и серьезностью тематики, затронутой в нем. Не случайно именно этот спектакль сыграли в поддержку восстановления городского архитектурного памятника. Спектакль серьезный, спектакль, проверенный временем. Его очень любят наши зрители, и мы тоже его любим. Вот мы включились в марафон, мы родом из России, именно с этим спектаклем. Я бы хотела добавить вот еще одну такую, на мой взгляд, достаточно интересную деталь. Ну, вообще, принять участие в благотворительности – добрая воля каждого, конечно, безусловно, заставлять нельзя. Ну, в общем, это долг, наверное, каждого культурного человека, родеющего о культуре своей малой родины прежде всего. Пусть это будет очень маленький вклад, пусть это будет вклад 10 рублей, 100 рублей. Ну, как говорят, с миру по нитке нищему рубаха, правда? А вот когда наш театр был построен, это было 1861-1862 годы, через несколько лет он сгорел, и восстанавливался театр на народные пожертвования. Между тем, как показывает практика, многим жителям города ничего не известно ни о здании, руины которого скрыты баннером, ни о сестрах Ващинских, чья роль в истории литературы неоспорима. Я держу в руках том из полного собрания сочинений Крестовского, из фонда редких книг библиотеки имени Горького. Именно под таким псевдонимом когда-то издавалась Надежда Ващинская, сегодня несправедливо забытая, а некогда высоко ценимая в литературных кругах писательница. Сестры Ващинские были известной писательницей середины XIX века. Больше всех прославилась Надежда Дмитриевна Ващинская, которая была, помимо этого, еще и поэтом, литературным критиком, переводчицей с французского и итальянского языков. В своих произведениях она осуждала крепостничество, писала о нелегкой женской судьбе в провинции. Спектакль в поддержку дома Хвощинских не единственное мероприятие в череде благотворительных. Впереди многочисленные концерты, ярмарки и другие акции, которые маленькими, но верными шажками продвигают инициативную группу к достижению главной цели. В силу множества причин до 80-х годов прошлого века исторический центр Рязани сохранял свою дореволюционную форму. Другими словами, являл собой музей под открытым небом и был необычайно привлекателен для туристов. Как все мы помним, в последние годы чиновники много твердят о том, что Рязань должна стать туристической жемчужиной. Только чем, собственно, завлекать туристов, учитывая, что с невероятной скоростью исчезают с улиц города исторические памятники архитектуры, а вместе с ними дух и атмосфера, которые делали Рязань особенной. Каждый снос дома или перестройка, постройка на его месте нового, новодела очередного, который дисгармонирует со старым городом, это вещи, в принципе, недопустимы в любом старом городе мира. У нас такой старый город есть. Это город 18 века, екатеринских времен. Он сам по себе ценен, цена его застройка. А если еще и дома связаны с именами великих, то это сразу на порядок выше поднимает его статус, этого дома. Исторический центр города стали потихоньку уничтожать еще в конце 80-х годов. А в наши дни этот процесс развернулся с особым размахом. Впрочем, куда легче объявить старинные дома ветхим фондом и тем самым избавиться от них, вместо того, чтобы рационально использовать имеющееся богатство. Мы сейчас находимся на улице Орефьевской, нынешнем Цветном бульваре. Один из лучших домов Троицкой Слободы, а это Троицкая Слобода, центр географический. Это дом техника-строитель Банковского, который вполне по праву может занять место в музее деревянного зодчества нашего города. Уникальный дом по резьбе, по оформлению, по своей гармонической основе, стоящей из двух частей равновеликих. Красавец. История подавляющего большинства рязанских домов до сих пор не написана, а об их историческом значении не знает большинство жителей. Например, на улице Горького напротив школы номер один раньше стоял дом, где в 47-49 годах жила дочь Марины Цветаевой, Ариадны Эфрон. Там ее и арестовали. Выяснилось это уже после того, как дом снесли, а теперь даже фотографии не осталось. Расположенный неподалеку дом на углу улиц Горького и Свободы подвергся тотальной перестройке, а ведь именно в нем жил в 1918-1920 годах всемирно известный художник Филипп Малявин. Дом номер 71, явно солировавший посреди дореволюционной застройки всего квартала, очерченного улицами Горького, Свободы и Фрунзе, принадлежал Семену Анжену, сыну известного рязанского заводчика. В июне 2009 года дом снесли. Обсуждение каждого дома, судьбы каждого дома в старом городе, а их всего-то там может быть несколько десятков, это задача всей огромной полумиллионной Рязани, всей общественности, архитекторов. Недавно снесенный дом психиатра Бориса Михайловича Ганушкина, который вполне мог бы стать музеем истории рязанской медицины. Теперь Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области приняла решение об отсутствии у дома Овсянникова историко-культурной ценности. Дом личного почетного гражданина Алексея Михайловича Овсянникова – яркий образец доходного дома в русском стиле, направление в архитектуре, которое в поисках национальной самобытности ориентировано на древнерусское зодчество. Под угрозой находится и дом по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский. Напомним, в 2017 году будет отмечаться 160-летие нашего земляка. Несомненно, что связь русского писателя и его земли глубоко драматична. Ощущение себя вне родины наводит художника на размышления о родном доме, родном очаге и наиболее ярко отображает сознание любого русского человека. Провинция – тот истинный источник русского духа, в котором классики находили выражение своего собственного образа родины, символизировала историческую судьбу России, ее национальная. И мы, жители Рязани, все еще можем видеть оставшиеся живые символы русской культуры на улицах нашего города. С вами была программа «Русская культура. Истории О». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова